Продолжение следует... Вечер добрый. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Как вы представляете себе прошлое и будущее человечества? Я думаю, что романтичнее, чем оно было на самом деле. Это то, что касается меня. А то, что касается ведических текстов, то они объясняют, что в действительности человечество развивается по определенным циклам. И в современном мире, частично под влиянием христианства, есть такой образ мира, что с каких-то незапамятных времен человечество один раз родилось, один раз развивалось. И сейчас мы находимся на пике своего развития. Но если мы обратимся к древнейшей литературе Земли, которая называется эпосом, эпической литературой, будь то Махабхарата и Ромаина в Индии, или сказания о Гильгамеше, или, допустим, легенда о короле Артурии в Англии, или даже слово о полку Игореве, поздний эпос славянский, или там Велесова книга, то мы обнаружим, что в древности была другая цивилизация, когда все было в определенной степени таким волшебным. Когда боги приходили на землю, когда люди могли путешествовать в миры богов. Допустим, то, что нам известно даже больше, чем Махабхарата и Ромаина, это Илиада, Одиссея, Гомера. В Илиаде боги приходят к смертным, смертные путешествуют в миры богов, а в Одиссеи мы видим, что по воде, по морям герои, мореплаватели, они попадают в какие-то неведомые страны. И веды, они объясняют, что древняя цивилизация, она в действительности не была менее высокоразвитой, чем современная. Она была другой, и иные миры, иные пространства, миры богов или параллельные миры на территории нашей земли, по воде можно было попадать туда. Иногда боги не сходили, потому что психические силы были развиты в большей степени у людей. И то, что в древности достигалось посредством каких-то йоговских практик, в нашу эпоху достигается при помощи техники. То есть у йогов была левитация, телепортация, у нас самолеты. Или у них была мысленная связь, у нас телефон. И то, что было очень интересным, что наше поколение застало такое чудо, когда в эзотерических источниках говорилось, что существует такое понятие, как хроники Акаши, что существует такое эфирное поле, где записана информация из разных времен, из разных источников. И какие-то мистики, йоги, они могут залазить в этот эфирный план и брать информацию о разных частях Земли. Но даже наше поколение дожило до того времени, когда появился интернет. Интернет — это то, что называется техногенный эквивалент хроника Акаши, когда тоже есть некий эфир, ты связан со всей Землей, находясь в комнате, ты всюду залазишь. Поэтому для йога, который умеет летать, телепортироваться, телефон или интернет — это абсолютное чудо. И когда Шитхара Махараджа спрашивали о древней цивилизации, он говорил, мы не можем поверить, что она была высокоразвитой, потому что сейчас мы живем по другим принципам. И он привел такой пример. Он говорит, допустим, произошла Третья мировая война, и все человечество погибло. И пропало знание об электричестве, о радиоактивной энергии, и только остались какие-то книги. Но наша техника, она не работает. И вот следующее поколение людей, которое уже утратило эти знания, оно развилось, и оно может читать наши книги. И в этих книгах оно читает, что какие-то удивительные машины управляли городами, что какие-то удивительные микропроцессы могли питать собой целые города, что техника передвигалась по воздуху. Но если при этом они не откроют электрическую энергию, они не откроют энергию атомную, они не будут знать принципы аэродинамики, то они сочтут, что это все сказки, мифы, легенды, это не может быть правдой. Однако в действительности, если мы начнем изучать все древние литературы Земли, то в них будут общие характеристики, общение с богами, общение с иными мирами, развитые психические силы. И, собственно, почему записываются веды, почему появляется письменность. Потому что в древности жреческое сословие по памяти запоминало все. И письменность — это не наша сила, а наоборот, свидетельство нашей слабости, как и техника. Потому что техника выражает две тенденции — нашу слабость и наше вожделение. И сейчас специфика такова, что вне зависимости от моральных качеств человек может получить доступ к технике. Но в древнеюведической цивилизации многие практики, мантры, йоговские медитации давались учителям-ученику только если он был достойным. Если потом он доказывал, что он не соответствует своему званию, учитель мог проклясть его или отозвать свое благословение. Это была иная мистическая культура, где могли пахать на быках, но использовать технологии подобного ядерного оружия. Поэтому веды содержат учения о четырех эпохах развития человечества. И параллели этому мы находим в греческой культуре, у Гесиода, у Авидия — золотой, бронзовый, медный века. И объясняется, что в самую первую эпоху на Земле нет болезней, на Земле теплый климат. И вы знаете, что все наши континенты можно собрать краями, приложив друг к другу, и получится одна Земля. У геологов она называется Пангея, единая Земля. И в древности существовал вот этот единый континент, и люди были огромного роста. В каждую эпоху в десять раз уменьшается рост, и во всех древних культурах вы найдете сказания о великанах. Начиная от Библии, где сказано, и видели мы сыновей Иакова, и инаковых, и были мы как саранча в глазах их. И заканчивая сказками с шотландским фольклором, всюду вы найдете сказания о великанах. Потому что в древние времена были болной рост людей, и на стыке эпох оставались и великаны, и уже следующие поколения. В первую эпоху развития человечества нет болезней, страданий, людей мало, но они очень благочестивы, они постоянно погружены в медитацию. Потом постепенно климат начинает ухудшаться, Земля расходится на части, возникают войны, возникают различные сословия. Та эпоха, к которой относится эпос, в основном, который мы вспоминаем, это два про-юга, предыдущая эпоха, когда уже почти земля раздробилась. Но еще существовала единая ведическая цивилизация, очень развитая, которая включала в себя Индию, Россию, часть Ирана и так далее. И, наконец, в нашу эпоху, в Кали-югу, единая ведическая цивилизация, цивилизация индоевропейцев распадается окончательно на части, на отдельные страны. И на смену ведическому знанию разных уровней приходят локальные религии, такие как ислам, христианство. В древней культуре было развито хоть разных уровней. Кто-то поклонялся богам материального мира, кто-то Шиве, кто-то Агни, но все равно в большей степени было распространено ведическое знание разных уровней. И память об этом, как о культуре индоевропейцев, сохранилась у самых разных народов. А в нашу эпоху эта цивилизация распадается. Но также объясняется, что после каждых 5000 лет каждой эпохи наступает так называемое золотое вкрапление или действие энергии золотого века. И нашу эпоху, это вкрапление, которое будет длиться много тысяч лет, оно связано с приходом Шичтани Махапрабху, аватара, который приносит практику воспевания Харикришна Махамантры, святых имен Бога, и который дает знание о том, что главное, в чем мы нуждаемся, это божественная любовь. Нам не нужна ни сила, ни мистических йогов, нам не нужны какие-то техногенные достижения, но мы нуждаемся в том, чтобы покинуть мир рождения и смерти, вернуться домой. И на землю любви нас приведет божественный звук, духовный звук. И этот духовный звук приносит Шичтани Махапрабху. И в европейской культуре, когда в 15 веке Шичтани приходит на землю Индии, начинается ряд процессов, когда люди начинают испытывать скепсис, к той культуре, которая их окружает, к той системе ценностей, которая их окружает. И в Европе начинается такое явление, которое называется Ренессанс, Возрождение. Если в Средневековье все, что связано с древними культурами, с античностью, считается исключительно злом, то в период Ренессанса, наоборот, прогрессивные люди, художники, мастители, такие как Леонардо да Винчи, например, они начинают понимать, что глубокая древность, она наоборот хранила какое-то древнее знание. И прежде всего, конечно, возрождается интерес греческой к античной культуре, но в том числе это Платон, а мировоззрение Платона о том, что наш мир — отражение высшей реальности, очень близко к физическому, или в диалоге Платона Федор изложено учение о карме реинкарнации, просто насколько мы знаем Платона. Поэтому происходит эпоха Возрождения. И уже где-то в XVIII-XIX веках эта любознательность человечества докатывается до Индии. И где-то в XVIII-XIX веках, так как христианство запрещало интересоваться чем-то, кроме христианства, в определенной степени, в такой несовершенной форме, но в масонские ложи, в масонских ложах изучалось Багавадгиту, Панишады, какие-то ведические тексты. И где-то к XIX веку он набирает большой интерес в спиритизм. Конан Дойл, отец Шерлока Холмса, в действительности является автором десяти книг по спиритизму, по общению с духами. Но этой стороны Конан Дойла мы не знаем. И на стыке интереса к Востоку, спиритизма и масонства возникает такое понятие, как учение Блаватской, как теософия. И теософия начинает очень мощно ориентироваться на Индию, рассказывать учения об эпохах, о югах, о которых мы с вами говорим, об аватарах, изучаются оригинальные санскритские тексты, но все это приправлено спиритизмом, какие-то письма падают, какие-то небесные учителя. То есть это смесь из спиритизма, масонства и, собственно, ведической культуры. И уже к концу 19-го, начало 20-го века следующий этап происходит, когда, собственно, индийские учителя сначала йоговские, такие как с вами Прамахамсу Йогананда, с вами Шивананда, а потом и учителя Бхакти-йоги, проповедники послания Шичитани, такие как Бхакти-веданта, с вами Прапупада, Шилашидхара Махарадж, в Индии Сарасвати Такур, они распространяют уже оригинальную, чистую духовную концепцию, когда она свободна от какой-то окраски эзотерикой или масонством, чистое учение о карме, реинкарнации, о душе, об абсолюте, об обретении отношений с ним, о любви к Богу, о всех этих вещах, о разных видах йоги. И параллельно с этим процессом мы видим, что опять начинают действовать вот эти золотые энергии, и мир, он объединяется снова в единое целое, информационное. Сейчас говорят о понятии глобализации, единная экономика в определенной степени, за счет интернета, единое информационное пространство, и подобное объединение чего-либо, это признак, в любом случае, энергии золотого века, энергии гармонии, энергии духовности. Значит ли это, что не будет Третьей мировой войны, не будет деградации человечества? Не факт, потому что понятие золотого века, оно не означает, что будет зеленая трава, экологичные овощи, это определенный доступ к каким-то сокровенным знаниям о мире, о Боге, о душе, но ровно настолько, насколько сами люди захотят изменяться, настолько они смогут избежать кризисов. Поэтому некая популярная ошибка, что учение о том, что какое-то духовное знание мощное сейчас проявляется, его связывают с тем, что обязательно это должно все гармонизировать. Но высшая реальность, ее удивительное свойство, то, что оно никогда не навязывается. А скорее Всевышний, он не превращает нас в зомби, а он ставит некий эксперимент. Он дает, раскрывает какие-то очень сокровенные истины, когда приходит как аватар, как ши-читание, о высшем мире. И ровно настолько, насколько нам самим это будет интересно, ровно настолько мир изменится. Ну и естественно, всем нравится готика, возникает вопрос, а что же будет в конце концов, в худшем смысле этого слова. И Веда объясняет, что не просто один раз, а много, не этот материальный мир, он бесконечно разрушается и сотворяется. И в какой-то момент времени Кали-Юга, эпоха, которая сейчас только начинается, она начинает набирать силу, и в ведах, в ведических текстах мы находим описание разных времен. И даже разных эпох развития человечества, потому что мудрецы, риши, само слово риши происходит от глагола дриштвам или даршина, то есть созерцать мистическим зрением. И риши, они известны как Тарикалагья, те, кто способны видеть события за пределами прошлого, настоящего и будущего, вне времени. Поэтому риши, они видели и будущее нашей планеты, и в некоторых текстах, таких как Бавишья Пурана, и во многих других содержится описание конца Кали-юги, эры деградации, железного века, и объясняется, что постепенно люди начинают все больше упрощаться, их рост уменьшается, если в начале Кали-юги рост человека примерно 2 метра, то в конце Кали-юги это такие маленькие карлики, почти как Папуановая Гвинея, которые уже почти редуцированы языком, они говорят, и описано ряд событий, что воды почти не будет, солнце будет жарить очень сильно, люди не смогут жить в городах, они уйдут из городов, а крысы и насекомые, которые на тот момент по размерам будут больше, чем люди, они займут города, и люди будут бегать от крыс, от насекомых, и описано, что культура будет такая, например, что красота человека будет зависеть, ну там очень интересные есть цитаты, например, красота человека будет зависеть от формы его прически, ну то есть, скажем так, вот так вот, если положил, какой красивый, а если вот так, то ой, вот такой вот способ будет, или, например, сказано, что точно так же, как сейчас люди убивают животных, едят коров, точно так же в конце Кали-Юги будет множество детей, как шатили в одном французском фильме, это будет их единственное развлечение, вот, но если какой-то голод будет приходить, чудовище с Бельмандо там, они обманывают страховую компанию и свистят и зовут дворовых мальчишек, и страховая компания платит много денег, ну так много псевдо детей, но агент, он замечает, что каждый раз количество детей возрастает очень стремительно, он говорит, мне кажется, в прошлый раз их было штук на пять меньше, и такая псевдо-супруга, бедняжка, это его единственное развлечение, вот, так как времена будут суровыми, развлечений будет не так уж много, будут дети, но описано, что в голодные времена точно так же, как сейчас, скот забивается, коровы, хотя это немыслимо не только для древнеиндийской, даже древнеславянской культуры, почитайте, есть словарь славянской мифологии, объясняется, что никогда в древности славяне не употребляли мясо коров, и точно так же могут, в рано сказано, что если, точно так же могут есть собственных детей, вот, поэтому исчезнут священные реки, например, сейчас существует древняя река Сарасвати, которая практически высохла, но в древности описано, что центр ведической цивилизации был по берегам реки Сарасвати, Сарасвати исчезает, ведическая культура перемещается на Ганг, а еще раньше Гималай, очаг, а до Гималаев, многие данные говорят, гиперборейско-арктическая цивилизация, поэтому арии, носители ведической культуры, это не какое-то географическое понятие, это всегда была многонациональная цивилизация, и речь идет об определенном уровне сознания. Ария означает благородный духовный человек, но если ты не знаешь, в чем смысл в твоей жизни, не умеешь контролировать чувства, не знаешь, для чего ты на этой земле, то готов пойти по трупам ради достижения своих низменных целей, то о каком благородстве может идти речь. Поэтому иногда последователи ведической культуры обвиняют в том, что они переводят ариен как благородный, а не как какую-то национальную принадлежность, но существует понятие чатвы ариена четыре благородные буддистские истины, и никого это не смущает. Там тоже в оригинале ариена чего-то никого не смущает, что это переводят как четыре благородные истины, все понимают это духовное понятие. Вот, поэтому постепенно человечество деградирует все больше, и описано, что в конце концов практически заканчиваются силы земли, и все люди превращаются фактически в животных, и только небольшая группа, они еще способны культивировать духовное знание, задаваться вопросами о смысле жизни, вот, и тогда приходит последнее воплощение Всевышнего, которое называется Калки-аватар, это прекрасный всадник с мечом на белом коне, если вы будете изучать апокалипсис Иоанна Богослова, там есть образ всадников, и в том числе всадника на белом коне, это определенные параллели между священными писаниями, но так или иначе веды, они говорят о том, что иногда есть понятие такое у нас, тебя проще убить, чем объяснить, вот, вот там этот принцип реализуется во всей полноте, потому что приходит Калки-аватар, какая-то небольшая группа тех, кто способны воспринимать духовное знание, она присоединяется к нему, а остальных он говорит, ребята, вас проще убить, и тогда он побеждает полчища демоничных царей, и небольшое количество праведников, которые остаются вместе с ним, снова входит золотой век, и так происходит космический цикл, а иногда еще существует Маха-Пролая, великое разрушение, когда Шива начинает свою пляску, и тогда сначала много тысяч лет идет дождь, потоп, потом много тысяч лет жарит солнце, потом земля трескается, а потом растворяется в пространстве, иногда происходит подобное обновление, вот, поэтому сказания о Пролаях, о прошлых разрушениях, о потопах также есть не только в Библии, а во всех древних культурах мира, это регулярное явление, потопы, как мы ходим и говорят, вот видите, песок под ногами, а в песке на камнях отпечатки ракушек, но что это значит, что там, где мы ходим, где стоят наши города, раньше было море, с другой стороны, если бы мы опустились в Тихоокеанские бездны, и начали бы серьезные раскопки, возможно, на дне океанов стоят древние города, но мы не знаем об этом, вот, поэтому такова идея, и мы видим, что Калки Аватар, он решает вопрос мечом, но Шри Кришна Чайтания, Шри Чайтания, Аватар Божественной Любви, он говорит, что я прихожу в эпоху, когда все грешники, поэтому, обычно у Аватара две функции, это паритарная садху нам и винашея чадушкритам, Кришна, он говорит, что я спасаю праведников и наказываю безбожников, караю демонов, поэтому, если вы будете видеть Вишну, то у Вишны четырех рук и в форме Господа четыре руки, что он в них держит? В двух руках он держит палец и чакру, метательный диск, а в двух руках палец и цветок лотоса и объясняется, что булавой и диском он карает, а когда он трубит в раковину и приподнимает цветок, он благословляет, поэтому обычно у Аватара две функции, паритарная садху нам, спасение праведников и винашея чадушкритам, уничтожение безбожников, злодеев, но о Шри Чайтане он говорит, здесь все душкриты, все безбожники в эту эпоху, все грешники, говорит, поэтому либо всех казнить, либо всех спасать, и сказано, что в эту эпоху Шри Чайтане он приходит, и его оружие это святое имя, это прасат, освященная пища, это воспевание имени Кришны, это музыкальные инструменты, на которых воспеваются святые имена, и он описан как самое милостивое воплощение, намо махва днияя, Кришна, према прадайте, мы поклоняемся тебе, океану милости, который, нахава днияя, наиболее милостиво, Кришна, према прадайте, который стремится наделить каждого любовью к Богу, поэтому, также в разные эпохи существуют разные практики, разные духовные методы, и в предыдущих, древних культурах были развиты различные жертвоприношения, в Велесовой книге мы читаем, как в костры вливают масло, у иудеев, в книге Левит, мы видим, как приносятся жертвенные животные, в Махабхарате мы также можем видеть жертвоприношения коня, но в текущую эпоху объясняется, что нет ни у кого, у жрецов нет ни квалификации, ни сил, ни денег, чтобы постоянно ходить в храм каждый день, или каждый день совершать жертвоприношения огненные, или животными, и поэтому все аватары, которые приходят, они проповедуют молитву, они проповедуют воспевание и прославление Всевышнего, они проповедуют культуру духовного звука, Христос приходит, говорит, «Отче наш, досветится имя Твое», и существуют две культуры духовного звука, молитва всегда с тобой, и то, что рекомендуется, это совместная молитва, потому что мы не всегда можем быть на волне, один в поле не воин, но когда множество людей собирается вместе и прославляют Всевышнего, он сам не сходит в своей незримой форме, и существует потрясающая молитва в Падмапуране, где Господь говорит, «Нахам васами вайкунхе, йогинам хридайешива, матбактая траганти, татратиштхамин народа». Он говорит, что «Нахам васами вайкунхе, меня нет в духовном мире». Обычно все говорят, что сейчас ты болеешь, страдаешь, а потом ты помрешь, будешь в мире, где все играют на арфах, и там будет Бог. Но Кришна говорит, «Нахам васами вайкунхе, меня нет в духовном мире». Вот такая новость. Тогда думают, «Ну хорошо, может быть, йоги, которые питаются солнечными лучами и живут десятками лет в Гималаях, может быть, они постигли его?» Но в следующей строке Всевышний говорит, «Йогинам хридайешива, меня нет в сердцах даже великих йогов». Ну где же ты тогда есть? «Матбактая траганти, татратиштхамин народа». Но там, где постоянно прославляют меня, где постоянно говорят обо мне, там, где с открытым сердцем ищет меня, там я всегда проявляюсь в незримой форме. И в христианстве, мы видим, в Библии, Христос говорит, «Там, где двое или трое соберут свое имя мое, там и я среди них». «Отче на осущенной небесе да светится имя твое». Культура духовного звука, культура обращения ко Всевышнему через сердце, через молитву, а не через материальные компоненты, сложные обряды и подобные вещи. Поэтому Бхагавата Пурана, которая рассказывает биографию Кришны, раскрывает личность Кришны, она является Маха Пураной, наилучшей среди всех Пуран древних ведических текстов. И она затрагивает множество вопросов. Творение материальной вселенной, космологию, она говорит о том, как в разные эпохи приходят разные аватары, рассказывает истории подвижников, царей, наконец, повествует о личности деяниях самого Кришны. И то, чем заканчивается вся Бхагавата Пурана, это призыв к нама санкиртани, к воспеванию святых имен Бога. Нама санкиртана ясья, сарва папа пранашинам, пранамо дука шаманам, там намами харим парам, что нама санкиртана ясья, сарва папа пранашинам. Да, придадимся же мы процессу санкиртани, который освобождает от всякого греха. Пранамо дука шаманам, там намами харим парам. Выражаемся почтение хари тому, кто уносит все неблагоприятное. И в Шримад Бхагават, там, Бхагавата Пуране существует удивительное описание того, как в Ясадев, перед тем, как составить веды, в Ясадев, он понимает, что в нашу эпоху Кали люди не смогут запоминать веды по памяти. Нужно записать веды. И тогда он делает то, что называется на английском пусси вершин. Сказано в разных Пуранах, что на планетах богов Махабхарата, Рамайна, Веды, Пурана, Упанишады они достигают многих томов, тысячи стихов. И в Ясадев, он делает, ну, что называется, такие доступные версии Рамайны, Махабхарата, Вед, Пуран, делит их на разные части и примерно записывает в общих чертах ведическую литературу для людей кальюги. В Ясадев, это титул, означает тот, кто, В Ясадев, два паэна, тот, кто записывает и сохраняет ведическое знание. И В Ясадев, составляя все веды, он рассказывает другим мудрецам, которые собираются вокруг него, что будет происходить, для чего он записывает веды. Мудрецы не могут понять, он говорит, для чего ты их записываешь. И В Ясадев говорит, о, вы не знаете, ребята, какая эпоха наступает. Он говорит, наступает эпоха, когда люди будут жить почти как хомячки, спать очень много, жить очень мало и постоянно кушать и лениться. Три раза употребляется слово «манда». Ленивые, глупые и постоянно хотят спать, кушать и так далее. Он говорит, вот, для таких людей надо записать веды. По памяти они вряд ли будут выучивать тысячи стихов. И он рассказывает об ужасах Кали-юги, о том, как говорит Бхагаватам, как в образах царей будут приходить воры и грабители, как деградирует жреческое сословие и при этом улыбается. И все мудрецы, они в ужасе, они говорят, что ты рассказываешь страшные вещи, почему же ты тогда улыбаешься? И он говорит, что эта эпоха Кали, она подобна Дошан, она подобна океану Порока. Но тем не менее, в этом океане Порока есть одно великое качество Лишь воспеванием имени Кришны, подлинным воспеванием святого имени эти люди будут достигать двух эффектов. Мукта-сангах освобождаться под влияние мира материи, гравитации материализма и парамраджет, и возвращаться домой в мир Кришны, в мир красоты и любви. И в 15 веке Шичитане он приходит и дает эту практику воспевания святых имен. Харе Кришна, Махамантры. Поэтому таким образом веды, они говорят множество вещей о развитии человеческой культуры, цивилизации. И если мы внимательно присмотримся к тому, что происходит в мире, к тому, как развивается духовное знание в разных традициях, в разных народах, какие свидетельства о древних цивилизациях есть, то если мы будем искренними и беспристрастными, мы практически ощутим правдивость и подлинность описаний вед, истинность и правоту ведического знания, которое говорит, что человек не происходит от обезьяны, а от богов и так далее. Все это мы ощутим, практически изучая древние культуры. И когда бы мы не изучали ведическое знание, мы поймем, что это самое широкое по своему ареалу, наибольшее количество народов, именуемых индоевропейцами, ведической цикльтурой исповедовали его, оно самое широкое по своей величине, оно наиболее глубокое, оно рассказывает о том, что душа живет не одну, а множество жизней, не так, что кнутый пряник в конце жизни, либо ад, либо рай, что долгий путь в разных мирах проходит душа. Оно наиболее широкое, наиболее глубокое и, наконец-таки, наиболее гармоничное, потому что объясняется, что никогда не будет того, что незначительная горска праведников спасется, остальные будут, остальные будут жарить божественные духовки, Бог не мстителен, но каждого из нас ждут высшие обители, и причина того, что мы не осознаем мир Бога, это наша очарованность материи, поэтому святые объясняют нам, что вначале, когда мы встаем на этот путь, нам кажется, что лишь немногие великие души, такие как Сократ, Будда, Христос, Магомед, они показывают нам путь в мир бессмертия, но когда приходят откровения высшей реальности, мистики, святые, они осознают, что существуют целые миры, где каждый лучше, чем ты, каждый жертвеннее, чем ты, каждый обладает больше веры, чем ты, и в действительности, то, что здесь на земле аватары, единицы существуют, как говорил Шадхара Махараш, существует мир множества Христов, духовный мир, миры аватар, и именно эти миры, этот высший мир, он является нашей подлинной родиной, но, мир, где есть смерть, старость, рождение и болезни, никогда не сможет удовлетворить нас, поэтому призыв Шичитани, аватара божественной любви, это возвращайтесь на родину, возвращайтесь домой, в каких бы эпохах, в каких бы временах вы не находились здесь, в разных жизнях, вы не дома, вы не чужбине, возвращайтесь домой, это был внезапный монолог о древних культурах. Можете подробнее рассказать об устройстве Атлантиды? О золотом веке, когда он начал с единичной... Какого качества было золото? Сколько его было и куда делось? Это важный вопрос. Золотой век имеется в виду прежде всего определенное свойство сознания. Было много миллионов лет назад, можно сказать, что в незапамятные времена, и объясняется, что та духовная практика, которая следует во времена Золотого века, это медитация. И в разные эпохи жизненная сила людей, она находится в разных системах органов. в костях, затем в нервах, затем в мышцах, и, наконец, в нашу эпоху наша психическая сила находится в желудке. Скажем так, наша жизненная сила в большей степени связана с желудком. Поэтому в древних культурах мы видим различные практики мумифицирования и различных самадхи. И даже в современном тибетском мистицизме мы видим, что те, кто погружается в медитацию, они превращаются фактически в мумии, у них отрастают ногти, они не едят по много дней. И описано, что в те эпохи, когда жизненная сила находится, когда в нашу эпоху, когда жизненная сила находится в желудке, для обычных людей не рекомендуется больше, чем однодневный пост. Если ты не какой-то очень возвышенный подвижник, то если ты будешь не есть больше, чем дни, ты станешь недобрый. Ара, недобрые глаза у тебя будут становиться. Но в древности, когда жизненная сила была в костях, мышцах, другая физиология была у людей, другая психология была у людей. И когда мудрецы находились в медитации, то муравьи могли прогрызать тело, съедать, но если кости оставались, то потом подвижник приходил в себя и тихо все остальное нарастало. Поэтому описано, что создатель Валмики Ромаины его находят в муравейнике, просто находят скелет в муравейнике, он оказывается говорящим, потихоньку отрастает, реанимируется и так далее. Поэтому когда ты можешь быть скелетом, то твоя концентрация очень неплоха. Кости, это кощей бессмертный, да, в древних. Кощея бессмертный это на самом деле образ мистика древних времен, который мощи, но такие могучие. И ну, естественно, не все они были очень добрыми, как легко догадаться. Вот, поэтому в древности подобные глубочайшие медитации практиковались, когда просто ты превращался на много сотен, тысяч лет в мумию в пещере, но людей тогда было мало. И эти образы Золотого века, они сохранены в разных писаниях. Существует, например, такой пласт литературы называется сказание о рахманах в греческой литературе. И образ рахманов это образ волшебной страны на краю света, который по своей стилистике напоминает описание Золотого века. И существует сказание о том, как Александр Македонский встречается с рахманами, иногда рахманов приписывают к Индии, а иногда какой-то неведомой стране на краю света. И все исследователи согласны, что это слово происходит от слова индийские брахманы, то есть высокодуховная цивилизация. И вот если вы будете читать эти трактаты, которые были настолько популярны еще в средние века, что существует даже такой текст, который называется «Хождение Зосимы к рахманам». В этом апокрифе, в этом тексте рассказывается, как христианский святой Зосима ходит к индийским рахманам, мудрецам брахманам, учиться мудрости. То есть на самом деле в средневековой культуре, даже славянской, эти тексты гуляли по рукам, и через них люди узнавали о ведической космологии. Но в действительности вот эти сказания о рахманах, я изучал специальные работы, и там рассказано, есть разные версии этих сказаний, чего нет в стране блаженных рахманов. И описано, что там нет железа, огня, мяса, они питаются либо воздухом, либо плодами, которые сами вырастают, зла, насилие. И в целом этот образ такой страны блаженных, которые абсолютно ходят обнаженные, не нуждаются в одежде, питаются не то фруктами, не то воздухом, не нуждаются ни в оружии, ни в чем, это как раз переосмысление в средневековой культуре знания о золотом веке человечества. И подобная мистическая цивилизация была. Один континент, очень мало людей, многие даже не создавались семейных союзов, их медитация была настолько сильной, что они смотрели вокруг, говорили, боже мой, как я попал в этот плотный физический мир, как-то, если надо немедленно медитировать и оставить его. И описано, что когда веды описывают более высокие измерения, более высокие миры, они говорят, что существует два мира, условно говоря, можно сказать так, что существует два уровня миров богов. Первый для лохов, второй для классных мужиков. Первый, который попроще, он называется рай. Собственно, сварга. Сварга — это означает мир, где кайф без греха. Там они пьют такой напиток сома, который совмещает в себе эффекты хорошего алкоголя и наркотиков и совершенно еще сохраняет ясность сознания. Постоянно воюют с демонами, воюют, пьют. И описывается, что чувственное наслаждение там естественным образом не приводит к рождению детей, только один раз за жизнь рождается ребенок, а в основном это именно для удовольствия. И вот поверхностные люди в ведической культуре они стремились совершать разные жертвоприношения, поклонения для того, чтобы потратить свою жизнь, совершая поклонения богам-повелителям этих планет, чтобы на какое-то количество сотен или тысяч лет воплотиться в этих мирах. Но Бхагавадгита говорит «Антавату паламтишам» достижение недальновинных почитателей богов временно, они достигают райских планет на какой-то срок, а потом падают обратно в этот мир, а вожделение остается и ничего кроме облома. Поэтому примитивная часть ведического общества не желала каких-то достижений на этой земле даже, а они практиковали многие яги, медитации для того, чтобы родиться в этих райских наслажденческих мирах богов, они называются сварга. А более серьезная часть ведического сообщества мудрецы, йоги, им было неинтересно культивирование чувственности, вожделения, кайфа, наслаждений, и они, когда оставляли этот мир, находясь в глубоких йоговских медитациях подвижники, подвижники, они сначала покидали землю и воплощались на более высоких мирах богов, в мирах божественных мудрецов, и продолжали медитировать там, в телах, которые состоят уже не из плоти, как у нас, а из эфира, из другой субстанции. И в конце концов, такие мудрецы, они покидают эту материальную вселенную. Поэтому сценарий для 70% людей, которые воплотил Солотой Век, был такой, они понимали, что мы попали в какой-то чуждый плотский мир, у них была хорошая интуиция, они примерно чувствовали, что будет дальше, и 70% культурных людей они сбегают. Но 30% они подсаживаются на материальный мир как на наркотик, едут в следующую эпоху, в следующую эпоху, и наконец-таки сидим мы с вами. Поэтому описывается, что в Кали-Югу в нашу эпоху у души обычно есть опыт пребывания на самых разных планетных системах, и в раю, и в аду, и в других мирах Земли, и поэтому в нашу эпоху мы видим очень разный жанр фантастики, и ужасов, и что-то такое, то, что на Земле не видно, но вот где-то космические корабли, где-то какие-то демоны бегают, где-то мы снимаем фэнтези, мы вспоминаем в прошлой эпохе, как выглядела Земля. И поэтому объясняется, что значительная часть нашей фантазии и фантастики это наши либо воспоминания из прошлой жизни, либо это то, что писатели считывают как контактеры. И у меня была отдельная лекция про это. Одним из наиболее ярких примеров является роман под названием «Четность». Я не помню автора, но можно прогуглить в Гугле. Гугл знает все. То, что не знает человек, знает Гугл, а то, чего не знает Гугл, знает только Бог. Поэтому есть определенные градации. Основной смысл такой, что за где-то 50 лет до катастрофы с Титаником был написан роман под названием «Четность», на который тогда никто не обратил внимания. Роман «Четность» повествует о корабле с пятью трубами в размещении 75 тонн, который гибнет, столкнувшись с айсбергом. Название корабля «Титан». И когда вышел роман, никто не обратил внимания, все посмеялись, потому что считалось, что современные корабли с переборками, они даже столкнутся с айсбергом, они не затонут, потому что там же есть переборки. Ну а дальше вы можете смотреть фильм «Титаник», собственно, что происходило с переборками. Дальше все могут пойти в кинотеатр «Привет и старине Джеймсу и русским подводникам». Здесь мы вспоминаем о них. И существуют другие примеры. Один фантаст, писатель настолько описал добычу и распад ядерной энергии, что к нему пришло ЦРУ и так далее. Но если вы побуглите «Титан», «Четность», то найдете этого автора. Поэтому действительно наша фантазия и фантастика это не всегда фантазия и фантастика. И в нашу эпоху, в древней эпохе было очень много разных не только духовных практик, но и мистических технологий. Ты мог благодаря какому-то поклонению развить какие-то мистические силы или стать каким-то средненьким богом или может быть наоборот если ты готов стать каким-то средненьким демоном тоже с перспективой развития. И в результате огромное количество разных ведических текстов, каждый из которых что-то советовал, они были настолько привлекательными, потому что все работало в большей степени, чем сейчас. Или что-то ты можешь контролировать погоду. Когда ты можешь контролировать погоду, душа не так интересна. Вот ветер, волны идут. То есть всегда интереснее смотреть блокбастер, чем сидеть в комнате медитировать на сердце. в прошлой эпохе у людей была такая по-своему солянка в голове, потому что вед было очень много, они были очень разноуровневые. Далеко не все веды это духовные тексты, часть это просто чтобы было какие-то достижения в этом мире. Но в нашу эпоху Кали очень интересная происходит перестановка сил, мистические силы людей практически исчерпываются, то есть описано, что в ведах что жрец должен был зажигать мантру аране, огонь аране, ритуальный огонь произнесение мантры. Но сейчас практически никто не может произнести мантру зажечь огонь, поэтому используют спички. Но в оригинальных ведах написано затем мантры разожги огонь. Поэтому вопрос не того работают или не работают веды, а вопрос еще каковы жрецы. И поэтому в нашу эпоху где-то уже ко времени прихода шичитания золотого аватара практически все медитативные мистические практики перестают действовать. И то, с чем мы оказываемся входим в золотой век, это выбор либо глубокая духовность, либо глубокий материализм. То есть каких-то промежуточных ведических текстов, когда непонятно, то ли ты вроде какую-то религиозную практику делаешь, а на самом деле это может быть материализм и так далее. И если вы будете изучать Бхагавадгиту, Бхагавадгиту это диалог Кришны с Арджуной, это энциклопедия восточной духовности, все типы йога описаны в ней обзорно, медитативная, йога преданности, йога духовного знания. И в Бхагавадгите слово веды или шрути, оно в 70% случаев употребляется почти ругательно. Кришна говорит, что очарованные цветистыми, заманчивыми словами вед, люди начинают следовать им, считая, что нет ничего превыше этого. Но в действительности все эти практики, Кришна говорит, и в действительности то, что обретают почитатели трех вед, Рик, Яджур и самоведы, Адхарва она вообще была собрана из остатков, она такая считается просто заклинания какие-то такие. Гита говорит, что это вообще в широком смысле не духовность. А в нашу эпоху большая часть ведических мантр, ведических практик, мистических медитаций перестает действовать не потому, что в текстах что-то неправильно, а мы утрачиваем нашу силу. И в нашу эпоху в целом перед человеком реально стоит только два выбора. Либо какой-то обычный нормальный глубокий материализм, либо серьезная духовность. Потому что даже христианство, ислам, это в принципе бхакти-йога. Но на общем уровне. Общая идея, но это бхакти-йога. Это не какие-то практики о том, как жить в раю, чтобы все было хорошо и так далее. Поэтому наша эпоха это эпоха, когда мы уже слишком долго не могли сделать выбор, и когда всем надо делать выбор четко. Уже нет каких-то промежуточных полупрактик, когда непонятно, то ли ты вино пьешь, то ли там матушке Кали поклоняешься, а либо бухаешь, либо молишься. В целом ситуация на планете такая, либо истинная глубокая духовность, либо воинствующий материализм. Это интересно, потому что множество жизней в разных эпохах мы уклонялись от выбора, но теперь, скрипя сердцем, придется этот выбор все-таки сделать. Такова ситуация.